Участник 20 боевых и трех спецопераций, автор фильма «Проклятый забыт», а также лент «Страна людей», сочинение на уходящую тему «Никто, кроме нас, Сергей Говорухин, должен остаться в Казани». Об этом говорили на вечере памяти Сергея, который вел коллега и соратник, друг семьи Юноны Каревой, Вадим Кешнер. Становление Говорухина как режиссера и гражданина шло на глазах мэтра сцены. Своё присутствие на вечере памяти Кешнер считает и своим гражданским долгом. Помню в последний год, в день юбилея, когда я поцеловал в лысину, сказал, сынок, давай поживём, имея в виду свой возраст и себя, а оказалось, через месяц и несколько дней он ушёл. В 90-е годы Сергей Говорухин променял эстетику спокойной жизни на бесстрашие, был военным корреспондентом, участвовал в операциях и видел войну своими глазами. О том, как складывается судьба тех, кто воевал в Первую Чеченскую, был сделан в фильм «Проклятый забытый». Я познакомилась в 2001 году с анатолией «Русь». Идея создания памятника режиссёра в Казани принадлежит творческой группе из Москвы. Там Сергей Говорухин жил, сделал свою самую главную работу и ушёл из жизни. Он мне подарил фильм, который полностью изменил моё мировоззрение. Это «Проклятый забытый фильм». Потом также его поэзия, проза, она полностью моё мировоззрение перевернула. И когда Сергей не стал в 2011 году, для меня это явилось большой стратой. И я, чтобы как-то отдать своё уважение и дань, я сотворила скульптурный портрет. На фестивале «Сталкер» о правах человека ежегодно вручается приз имени режиссёра. Нынешние поколения смотрят ленты о войнах 20-го столетия без прикрас и купюр. Очень зацепило фильм «Девятая рода». Прямо вот душу всё взяло. Как там ребята в Афгане головы вложили. Я вот когда, вот как раз у Сергея Говорухина фильм «Проклятый и забытый». В доме музея Аксёнова это уже вторая встреча, которая проходит 1 сентября, в день рождения режиссёра. Устроители планируют провести ряд выездных мероприятий по воинским частям и специальным учреждениям, где формируется такое понятие, как патриотизм. Дмитрий Пьяваров, Андрей Габсадаров, Телеканал «Эфир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова